Хотела, конечно, цветочки оставить. Я думаю, что она после обработки может прийти в себя. Брала я всего, чего не попадя. Такие вот орхидейки обрабатываю. Прям по мордочке, что-то поделать. Надеюсь, она меня простит за такое кощунство. Сегодня у нас, кстати говоря, 29 августа. Смотрите, продолжает падать температура 17,2. Слушайте, как похолодало. У нас сегодня такой туман был. Я надеюсь, что в этом году обойдется без светофтора. Я здесь такие кардинальные меры применяю. Такая оформленная красота. Вот этим тоже. На дуге. На дуге. Цвет очень красивый, такой спокойный. Вот это какая пестренькая. Вот это необычная. Такая редкая расцветочка. Стоит она там уже 10 евро стоит. Так, вот какая. Мне почему-то вот это очень сильно нравится. Случное цветение у нее. Ну, корешки, корешки, конечно, вот. Что сделали с корешками? Просто замучили и перезалили. Вот так тут все выглядит. Тут явно что-то... Что-то здесь... Цветочек. Вот признаки загнивания. Значит, что-то с корневой. Не хотелось бы, конечно, брать ее, потом нянчить. Пышное цветение. У нее, конечно, это подкупает. Такие вот малявочки, азиаточки. Вот это очень ароматная. Вот такая вот расцветочка. Точно такие же маленькие белые. Вообще не пахнут. Вот это вот очень ароматное. Не написано, что за сок. Вообще не написано. А, и, кстати, у них в таких вот стаканчиках сразу пирамики стаканчиковом месте стоит почти 4 евро. Уже 11. Так, тут их залили. Вот они даже здесь у них залитые. Увидают цветочки. Какие-то держатся бодрячком. Вот эта симпатяшка. На Марию Тересу похоже, да? Такая лимонная, симпатичная, очень даже симпатичная. 4 евро. Красавица. 279. Красивая. Но ничего необычного. Это вот гигантская. Она просто здоровенная. В большущем горшке. 6,49. Вот какое чудо чудесное. Очень симпатичное. Какие красивые расцветки. Обалдеть. Так, набрала я всего, чего не попадя. Такие вот орхидейки. Так вот в кресле все это и несли. Очень весело все это было наблюдать со стороны. Опрыскаю сейчас ее от насекомых. В принципе, я уже начала это делать, но решила все-таки ее заснять. Эта орхидея просто огромная. Вот сейчас, конечно, мне не с чем сравнить ее. Рядом нужно иметь стандартного размера растения, для того, чтобы можно было увидеть разницу. Сейчас покажу свою цветущую, вынесу и посмотрим. Если я просто не хочу их рядом ставить, это чистые мои цветочки, но это просто какая-то гигантелла. Вот эти вот у меня три красавицы тоже в очереди на обработку стоят. Вот смотрите, разница между этими. Вот у этой, в принципе, стандартный размер. Стандартный размер цветков. Здесь, наверное, около 10 сантиметров. Но так как это молодое растение, можно предположить, что оно может быть чуть выше. Вот это вот уценка у меня, видите, какой у нее был цветонос, да? Ну, это просто что-то невероятное. Вот оно еще подальше стоит, поэтому так выглядит. В общем, поверьте мне, она просто гигантская. Так, сначала вот эту вот гигантскую опрыскаю. Так вот, все листья. Я ее, в принципе, уже начала обрабатывать, потом решила заснять. Так, петунью тоже на всякий случай. Вдруг на нее кто-то перепрыгнуть уже умудрился. Ну, и вот эти вот мои красотки. У нас так похолодало. Конечно, мне на улицу лучше не задерживаться. Все это я... Ну, одной рукой невозможно. Цветочки тоже. Цветочки. И она стояла рядом вот с уценками. Вижу, что у нее тоже покусаны листики, вернее, цветочки. Поэтому тоже, конечно же, я ее обрабатываю прям по мордочке. Что-то поделать. мордочки у нас тоже представляют интерес для всяких насекомых. С обратной стороны обязательно, потому что... с обратной стороны обязательно. Здесь, как правило, любит силийцам очень исты. Человец. Вот так вот. Пускай он питается, но потом все это ему же и аукнется. Так. Ну, в общем, одной рукой мне неудобно. Я сейчас обратную сторону листьев также обработаю. эти мои красавицы тоже здесь обработаны по всем цветочкам. Ничего не поделаешь. Бутоны составляют огромный интерес для всех насекомых. Здесь она меня простит. Улица дождь. И самая удачная погода для этого дела. Ну вот, готовы мои красотки. Сейчас все это промокну. Быстренько заношу домой, потому что на улице очень прохладно. Ну и конечно грунт сбрызгиваю обязательно. Ничего не поделаешь, как бы он не был перевлажнен. Все это я сбрыскиваю. Эти лохманы конечно надо было мне сейчас обрезать, потому что они мне мешают. Сейчас я это сделаю, просто хочется поскорей успокоить насекомых. Поэтому решила с обработки начать. Решила я с него таким образом поступить. Кончик цветоноса, где уже такие отсветшие цветочки обрезала. А вот эти я думаю, что как-то могут прийти в себя и еще меня порадовать. В общем, вот так пока поставлю как есть. Так, на улице я сейчас вам скажу градусов. Смотрите, 17,6. Нормальное явление, как вам кажется, 17,4. У нас сегодня такой туман был. Я даже не знаю, что теперь будет с моими томатами. Такая вот у меня здесь томатная оранжерея. Смотрите, продолжает падать температура 17,2. Слушайте, как похолодало. Ой, ну я надеюсь, что в этом году обойдется без светофтора. Я здесь такие кардинальные меры применяю. Без химии все натуральное практически. Кисуня! Кисуня! Пошел Кисуня! Вот. Ну, в общем, посмотрим. Вот такие вот дела на сегодня, такие обработки. Налила я туда вдоволь жидкости. Так вот, сейчас носик туда прокину. Видите, как все сразу впитывается. Так, это у меня салфетка туалетной бумаги. Она очень тонкая. ватным диском мне всегда удается туда внутрь зайти. Кисюха! Лучше бы ты ушел отсюда, котик. Еще на тебя попаду. салфетка. tangки. Продолжение следует...